Привет, я Паша Бернштейн, экскурсовод по Израилю. И сегодня я вам хочу рассказать про бани и водную систему в крепости Масада. Поехали. Ну а прямо возле дворца было то, без чего сложно представить, как римский город, так и римскую крепость. И это, конечно же, римские термы, римские бани. И такую баню мы видим здесь. Кстати, про черные линии, которые здесь часто встречаются, они рассказывают нам лишь о том, где оригинал, о том, где 2000 лет, то есть то, что по длине, и где реконструкция, чтобы нам понятнее было, как это выглядело 2000 лет тому назад. Римляне проявили себя как очень культурные люди. Они действительно считали, что чем дольше ты сидишь, трапезничаешь, жуешь, тем более здоровый образ жизни ты ведешь. Чем дольше ты моешься в бане, тем более правильный образ жизни ты ведешь. И то же самое они считали про туалеты. И правда, в тот период не было современных глупостей. И мальчики отдельно, и девочки отдельно приходили, садились, по 50 человек одновременно. Как они это делают с точки зрения гигиены, это то, чего мы сегодня не понимаем. Но об этом я обязательно вам расскажу как-нибудь в следующий раз. Баня в римский период это вот прям ноу-хау. Такой системой еще сотни лет не будут пользоваться никто другой, потому что не будут знать, как это сделать. А еще и потому, что пресная вода была у римлян. Откуда здесь пресная вода на Масаде? Скоро об этом поговорим. Так вот, были несколько разных комнат. Комната с теплым паром, комната с горячим паром, комната для переодевания. Все это красиво называлось типидариум, кальдариум, апогидариум. Под полом находились равномерно распределенные каменные пеньки. Снаружи сидели работники, которые контролировали печь. И пар заходил и равномерно распространялся под полом. Через полые трубки на стенах он поднимался наверх. Из потолка опускался вниз. И так комнаты наполнялись паром. Система действительно что-то с чем-то для того периода. Не удивляйтесь тому, что в бане низкие входы. Баня была не для всех, только для людей определенного уровня. А таких, как минимум, на Масаде было всего лишь несколько человек. Царь Ирод, когда он здесь был, или, например, его гость. Ну и, конечно, главным секретом является то, как сюда попадала пресная вода. То, что они здесь пользовались не водой Мертвого моря, вы все прекрасно знаете и так. Царь Ирод использовал умы инженеров, которые были в его распоряжении. По секрету скажу, еврейских. И они решили использовать те пресные источники воды, которые спускаются с горы и впадают в Мертвое море. Два таких источника они забрали, скажем так. Да, они построили акведуки. Акведуки, которые приводили воду сюда. Приводили воду к горе. Они, эти источники, попадали внутрь в цистерны, одну из которых мы видели. А дальше уже делом техники было проторить сверху дорожку, по которой на осле можно спуститься и набрать воду. Самое интересное, что акведуки строились таким образом, чтобы если крепость в осаде, тот, кто осаждает крепость, не знал, где вода. То есть они не видны. А тот, кто осаждаем внутри крепости, пользуется водой и продовольствием, которое можно запастись здесь на несколько лет. Здесь есть складские помещения, найденные археологами, и кусочки сосудов, в которых хранились продукты, которые могут долго храниться. Финики, вино, масло и так далее. И я хочу вам показать, как именно эта система акведуков работала. One moment. Горячая водичка. Вот, представим, что это ручей один, вот второй. И вода идет, идет и попадает в некие отверстия, которые кажутся пещерами сегодня, когда поднимаешься с той стороны. Она попадает внутрь, в подобные цистерны, как та, которую мы видели. И она, считай, уже под крепостью. Остальное дело, дело техники. Царь Ирод умирает, так и не дождавшись восстания, предательства, умирает от страшной болезни. А крепость Масада остается фортпостом, который захватывают еврейские повстанцы 70 лет спустя, когда все-таки поднимают еврея антиримское восстание. Начинается оно не здесь, начинается восстание на севере. И, в общем-то, здесь как раз оно заканчивается. И мы сейчас с вами отправимся в синагогу, где вся драма и произошла. Подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Жми лайк, мне лично будет очень приятно. Мой Facebook и Instagram где-то там в описании. И, кстати, между нами советую посмотреть предыдущие ролики. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok